Образование – это приоритетное направление для всего Подмосковья. Подписание меморандума о сотрудничестве между администрацией Одинцовского района и Московским государственным областным университетом считается запуском глобального пилотного проекта. В качестве друзей в области педагогической деятельности выступили и представители образовательных учреждений из Германии, Франции и Китая. Первую остановку международная делегация сделала в Одинцовской лингвистической гимназии. Это лингвистическая гимназия, это бренд Одинцовского района, и поэтому все самое лучшее, что есть в педагогике, в образовании, в воспитании, мы стараемся вложить вот в этот образовательный центр. Здесь созданы все необходимые условия для организации образовательного и воспитательного процессов. Во время экскурсии иностранные гости посетили спортивный, хореографический и актовый залы, зимний сад и музыкальный класс. Школьники развивают свой слух и чувство ритма по уникальной системе немецкого композитора-экспрессиониста Карла Орфа. Научная группа прошлась и по кабинетам иностранных языков. Кроме английского, в обязательную программу входит изучение второго иностранного языка на выбор – испанский, французский или немецкий. Ребята имели возможность напрямую пообщаться с носителями языка, представителями делегации. Например, профессор баварского педагогического института Берхард Набель вступил в живой диалог со школьниками и, шутя, рассказал, что его имя переводится как «сильный медведь». Затем международная делегация отправилась в Голицынскую первую школу. Директор Светлана Просникова гостеприимно поприветствовала гостей и отметила, что является выпускницей областного вуза, с которым теперь предстоит плодотворное сотрудничество. В этой школе также уделяется большое внимание изучению иностранных языков. Есть кабинет английского языка под названием «Окно в Европу», стилизованный под улицей Великобритании и театр иностранной песни. Я бы очень хотела, чтобы вы увидели, что в нашей школе работают очень замечательные учителя-профессионалы своего дела и учатся очень талантливые дети. Мне бы хотелось, чтобы вы увидели хотя бы маленькую часть их таланта. Дипломатический документ открывает новые пути развития муниципальной системы образования и дает возможность учителям обмениваться наработками, направлять специалистов на стажировку в разные страны и развивать совместную научно-исследовательскую деятельность. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...